итак привет студеры и друзья добро пожаловать всех любителей air factor а второго значит вышла еще одна бесплатная машинка tatus f3 020 2020 года разработчики из 397 studio нас порадовали бесплатным контентом что могу сказать машинка сделано очень хорошо очень замечательно сегодня мы поедем на трассе порте мао насколько я понимаю это реализация давайте покажу вам еще из кокпита я думаю еще на смотритесь но текстурки текстурки довольно таки приятные и удовлеваримые скажем так вот нас тут рога замечательный ну мы тут провалимся понятное дело довольно таки интересно вот я сижу поедем непосредственно небольшие пять кругов сделаем на замечательной трассе и посмотрим как она рулится как она выглядит со стороны погнали старт я вас немножечко обманул это трасса малайзия ой небольшой проскальзывание на старте попытаемся внутрь заехать скорости у этих автомобилей ой ой контакт на первом повороте отцепились болт машин вроде бы не повредили это был контакт колесами и вырываясь на третье место дать так довольно таки группа через борьбу но что поделать максималочка у данного агрегата там порядка 250 километров часть но это полноценная группа 3 ну вернее формула 3 не особо я знаю этот трек на самом деле дорогие друзья но что поделать придется ехать где-то налажаю так налажаю хотя этот же трек принимает формулу-1 насколько я помню малайзия либо это раньше было сейчас может уже не принимает давайте поедем с этой камер потому что я не вижу на какой скорости я еду а мне это довольно сильно мешает оттормаживаемся в пол практически немножечко выше посядем едем за вторым но пока что не очень удачно четвертый уже сильно отстал нужно держаться поближе не сильно я таких агрессивных ботов поставил вернее сложность им довольно нормально поставил а агрессию там на 25 что ли чтобы они сильно не подсались не подались смотрите как работает отражение опа опа вовнутрь в лес вот меня пропустил неплохо неплохо едем понятное дело физика р-фактора на высоте в любом случае поэтому тут претензия не может быть давайте попробуем еще таков нет поздно рано вернее торможу первый то по идее тоже получше ехать он же не зря первый может он здесь вообще жестко тормозит 5 кругов будет у нас на заезде главная моя задача не вылететь и спокойненько доехать по ощущениям машинка очень приятно опять же хочу сказать плюс бесплатный контент всегда приветствуется в комьюнити р-фактора а есть этот бесплатный контент еще от от самих разработчиков они от сторонней студии тогда этого вдвойне приятно и интересно поставил я решает как вы можете заметить потому что с дефолтным настройками цветопередачи мне не очень нравится р-фактор он очень синюшный как вы знаете а в данном решении потерял походу я свое антикрыло и меня тут еще бот бацанул это шо сделает он типами отомстил как вы видите ли да вот тут конечно дилемма с такого ракурса я лучше вижу трассу но а у меня нету антикрыла переднего и по моему до меня это гонка уже будет завершена потому что я не смогу да я не могу толком поворачивать но попытаюсь все равно доехать даже не тормозит и посмотри что делает вот такая вот одна ошибка стоило мне она это правда второй круг может заехать пит и но я особо даже не настраивал пид стопы и даже не в курсе как и там запрашивать честно говоря для меня пока что р-фактор это очень большая загадка но тем не менее давайте попытаемся ехать вот пид стоп не в курсе ребят в общем-то ладно едем а почему машина стала слабее тормозить вверх просто антикрыла нету всего лишь на все ладно поворачивать но тормозить почему она стала хуже ладно мы пытаемся ехать без антикрыла если я заеду на ремонт вряд ли уже смогу догнать кого-то поэтому будем пытаться догонять без антикрыла была возможность конечно приехать первым этом заезде но как-то очень уж сильно бота тормозился и я не ожидал о как прикольно передает фидбэк все-таки в р-факторе все вот эти вот неровности и то что нету зацепа на передней оси она очень таки сильно передает руль дергается ох блин вроде бы ременный привод настолько эффекта передает вроде бы сейчас попытаемся подъехать не ну скорее всего без аэродинамического крыла я вряд ли подъеду к ним хотя первого ну первое точно не догоню ну хотя бы небольшую группу должен обогнать ай-яй-яй-яй-яй нужно было брать silverstone тот трек я хотя бы знаю этот трек я очень плохо знаю поэтому ошибки приветствуется присутствует так обратная прямая едем разгоняемся тормозим от соточки не оттормаживается машина не оттормаживается давайте-ка заедем пидстоп наверно попробуем быстрый ремонт смогут ли меня быстро отремонтировать где мое место мужики а мое крайне пошел ремонт 18 секунд всего лишь ну ладно ладно еще будет два круга скип дэмэдж репер нет 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 я как раз таки заехал чтобы дэмэдж мне поправили поэтому все да упускайте чего не отпускаете меня все да а все все я в деле нужно было сразу заезжать и тогда возможно было бы еще шап был бы шанс еще догнать но посмотрим возможно еще не все потеряно два круга впереди зацеп есть колеса не меняли хотя не поменяли колеса другие колеса стопроцентные опять попытаюсь сосредоточиться двойная двойная шикана двойной апекс ну машинка приятная я бы даже хотел бы проехать некоторые некакий чемпионат ну опять же нужно докупать трассы которые тут лазерсканные а так и стандартной игры к сожалению много тут вам не дают контента поэтому все благодаря мадами можно тут заменять грубо говоря если у вас есть голая игра то у вас там контента кот наплакал но как вы видите зацеп есть поведение машины аутентичное как сказал даже один гонщик который реально участвует на таких автомобилях поэтому это не может не радовать так ну скорее всего я уже не догоню никого 18 секунд и плюс заезд это плюс где-то минута one lap to go это мне стоило очень дорого к сожалению ну вот такого экспириенса реально я нигде не ощущал от управления формулами даже в той корте там вроде бы похоже но там очень как-то все просто и мало информативное force feedback мало информативный и сцепление с дорогой тоже какое-то непонятное то она есть она резко пропадает но наверное благодаря тому что там шинная модель уже устарела тут все таки дорабатывает а ну еще похоже кстати да очень похоже на автомобилисту очень похоже поэтому наверное нужно все таки заходить варфактор потихонечку может там что-то покупать а ну и в рейсрум как это не удивительно тоже довольно похожи о желтый флаг нифига себе хопаты там врезались в рейсрум как ни удивительно там тоже похожие впечатление немножечко попроще вот как даже ну то что даже попроще как то полегче я бы сказал еще желтый флаг поворачивай вау ты видел как было я заехал на поребрик и меня развернуло вот это да вот это интересно желтый флаг непонятно для кого повесили я что еще еду так как то так первое впечатление об этой машине очень положительная если у вас есть р-фактор обязательно установить ее из мастерской steam попробуйте выполнена на высочайшем уровне звук также шикарный просто приятная машина бесплатная понятно вы скажете что штатуса уже и так много но все равно так на этом финиш спасибо за просмотр всем удачи пока